Тучи комаров. В этом году в Нижегородской области это не фигура речи, а реальный факт. В некоторых районах насекомые роятся гигантскими облаками. За все годы работы наша редакция впервые наблюдает подобную картину. Сколько комаров, много. Мы не знаем, что такое. Я такого не видел вообще. Откуда я приехал, там таких не летают. Все тело облепляют. Кусают, да? Да везде кусают. Как вертолет ходит. Ну и часто здесь такое бывает. В этом году первый раз, я не видел. Раньше не было. Ой, там такие стаи прям какой-то. Невозможно окна открыть, приходится скрывать все. Не было такого еще не видел, такого чуда. Всем мешают. Постоянно лезут на окна. Закрываем окна, чтобы не попадали. Сейчас в РО были. Там вообще не зайти в здание. Настолько их тоже много. На стекла, зеркала, на дворники. Все это растирается на лобовом стекле. Даже на севере гнуса такого нету, как здесь вот эта мошка. Их очень-очень много. И в особенно жару вообще ничего не помогает. Номера все бывают залеплены полностью комарами. Они не кусают, но они болотистые, они воняют. В общем, циклист приезжает довольно-таки грязный. Весь кожную куртку моем каждый день. Это же не комары, это какая-то мошка, это вот болото. Они не кусаются, вот эти комары. А их просто очень много здесь у воды. Я работаю здесь 11 лет, сам в ГРЦ живу. Сейчас вот этой мошки намного больше. Эти кадры мы снимали в Городецком районе. Специалисты местного Роспотребнадзора уверены, что никакой опасности тучи насекомых не представляют. Вероятно всего, это не опасные насекомые, потому что они не относятся к кровососущим. Скорее всего, это связано с каким-то водным фактором, где происходит расплод. Либо паденок сезонный такие насекомые бывают, они собираются в большие столбы, целая туча над нами бывает. Это комары-звонцы, это не совсем те комары, которые кусаются. В взрослом состоянии отсутствует ротовой аппарат, то есть они кусаться не могут в принципе. Они живут всего несколько дней и потом погибают. Как температура воды достигла определенного значения, они массово из коколок выглубляются и вылетают. Кстати, подобная картина наблюдается не только в Городецком районе, но и в Богородском. Водители на некоторых участках Богородской трассы попадают в такие же комариные облака.